В ходе встречи глава государства Анатолий Бибилов поблагодарил представителей Международного комитета Красного Креста за работу по поиску без вести пропавших граждан в годы грузинской агрессии против астинского народа. Несколько сотен граждан пропали без вести, о их судьбе до сих пор ничего не известно. Президент подчеркнул, что руководство республики будет делать всё возможное, чтобы эти люди были найдены. Мы всегда поднимаем этот вопрос. Приезжал эксперт по пропавшим без вести. К сожалению, в этом году такой работы серьёзной не было в этом направлении. Но всё-таки уверен, что актуальность этой работы не снизится и не снижается. И будем совместно делать всё. И с вами, с Красным Крестом, и с международным сообществом, для того, чтобы всё-таки эти люди в том или ином состоянии, чтобы были на территории Южной Осетии. Глава отдела защиты представительства Международного комитета Красного Креста в нашей республике Роман Вольфович заверил президента, что работа по поиску лиц без вести пропавших будет продолжена. Вместе с тем, он подчеркнул нейтральность и беспристрастность действий Международного комитета Красного Креста вне зависимости от национального происхождения. «Мы готовы продолжать способствовать, помогать процессу нахождения лиц, пропавших без вести. Это наша работа. И мы, конечно, уже это делаем в ближайшее 10 лет здесь, в регионе, и будем продолжать». Во время встречи также обсуждался вопрос работы Красного Креста в местах лишения свободы. Анатолий Бебелов выразил благодарность представителям Красного Креста за помощь малообеспеченным и нуждающимся семьям Южной Осетии. Стелла Бязерова, Альдина Чехоева, Зарима Арсоева. Информационный выпуск сегодня.